Реконструкция боя времен Великой Отечественной войны, показательные выступления спецназа МГБ, мотокрос, выставки оружия. Все это можно было увидеть в субботу на городском пляже в Тирасполе. Там прошел военно-патриотический фестиваль. Посвятили его 74-й годовщине со дня освобождения Тирасполя от немецко-фашистских захватчиков. Подробности в репортаже Юлии Звягинцевой. Подзвуки танго, утомленные солнцем на старинном патефоне, выставка ретро-автомобилей и оружия времен Великой Отечественной. Здесь все можно потрогать, рассмотреть и о каждой винтовке. Подробный рассказ. 71 патрон или 32 патрона. Кто больше шансов имеет выжить? Конечно, наш. А смотри, деревянный приклад или откидной приклад? Для чего, как думаешь? С ним можно идти в рукопашный бой. Нередко немцы брали наше оружие, а тебе нравятся немецкие. О преимуществах советского оружия, подвиги Красной Армии, рассказывает парень в немецкой форме. Она здесь тоже, как экспонат. Я знаю, что под этой формой, под этими лыжками скрывались страшные люди. И я об этом стараюсь рассказывать и повествовать. Я подчеркиваю то, что несмотря на все сложности военные, несмотря на трудности производства, наше оружие все равно делалось лучше и качественно, и было более надежно. От пистолетов и винтовок 40-х годов до современного оружия. Из всемирно известного автомата Калашникова можно было пострелять. Модели не настоящие, стрейкбольные. Сегодня на военно-патриотическом фестивале можно не только пострелять со стрейкбольного оружия, а можно сфотографироваться вот с такими стрейкболистами в полной амуниции. Скажите, что на вас сейчас надет? На мне сейчас где-то, если начиная сверху, то это 2002-й шлем-мич, потом идет балаклава, антиосколочные очки, дальше идет бронико-спрей, обвешанный под сумками для магазинов, 105-й автомат Калашникова. Был на фестивале и арбалет впервые. Опытные инструкторы каждому объясняли, как правильно зарядить орудие и стрелять по мишени. Предохранитель вперед пальцем, прикладываетесь, сводите целик, то есть целик с мушкой и стреляетесь. Давайте попробуем. Целимся и нажимаем плавно на спусковой ключик. Отлично. Не попало. Еще одна яркая новинка фестиваля – мотокросс. Выступили участники бендерского клуба «Экстрим». Самому юному гонщику всего 7 лет. А это уже спецназ МГБ под выстрелы и взрывы гранат. Выполняет захват преступников. И самый долгожданный момент фестиваля – реконструкция боя советских воинов с фашистами. На вражескую бронемашину наши солдаты шли без тяжелой техники, но все равно победили. Показали, как примерно воевали советские войска, как им тяжело это давалось. Но если бы это было в реальности, это сложно? Да, очень. Это нужно очень хорошо понимать, какой поступок сделали наши прадеды, деды. Это нужно много иметь в себе сил, как и смелость. Военно-патриотический фестиваль в Тирасполе провели во второй раз. Его организаторы – Приднестровская ассоциация ветеранов войны в Афганистане, клуб «Наследники Победы» и еще 12 патриотических организаций со всей республики. В следующем году планируют провести масштабные реконструкции двух мощных боев. Один из современной истории – второй времен Великой Отечественной войны. Я считаю, что это нужно и прежде всего для молодежи, и для детей. Горожане просто отдыхают, а детей и подрастающее поколение мы должны воспитывать патриотами нашей республики. Они должны все-таки это видеть, иметь возможность потрогать, приобщиться, дотронуться до нашей истории. После реконструкции всех угощали чаем из большого самовара и казацкой ухой. Ее варили тут же, в огромных казанах, по старинным рецептам. Юлия Звягинцева, Алексей Двоенкин, Первый Приднестровский телеканал.